Слава Господу! А сегодня я хотел бы открыть вместе с вами Псалом 21. И я хотел бы сегодня поговорить о том же, о чем говорил сегодня Алексей в своем коротком слове на молитву за нужды. Но показать еще вторую сторону этого. Вторую сторону. Вот как бы одна без другой не работает. Как бы если взять вот тот призыв веры, который говорил Алексей, без того, что я говорю сейчас, это как-то будет крайность. Но с другой стороны, если взять только то, что я говорю, и не брать того, что было во время призыва к молитве за нужды, то тоже будет крайность. Поэтому нам необходимы как бы эти две стороны монеты. И вот смотрите, 21 Псалом. Второй стих. Боже мой, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не влемнешь мне, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. Я прочитаю еще этот же текст по современному переводу. Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня? Ты далек, не поможешь. Далек от стонов моих. Боже мой, Боже мой, целый день я зову тебя, нет ответа. И ночами зову, но нет утешения мне. Ты, свят, восседаешь на троне среди словословий Израиля. Кто из вас когда-то в своей христианской жизни переживал периоды, где ваши мысли соответствовали тому, о чем пишет Давид? Когда ты обращаешься к Богу, и ощущение, что Бог от тебя отвернулся, Бог тебя оставил, как в современном переводе, далек от стонов моих. То есть, когда ты обращаешься к Богу и говоришь Ему что-то чрезвычайно важное для себя, просишь Его. Но ничего не меняется. Причем эту молитву ты можешь повторять изо дня в день. Но все равно ничего не меняется. Им возникает много сомнений, слышит ли он там, понимает ли он. А может, что-то я не понимаю. И часто очень люди приходят в церковь, чтобы им тут объяснили, вот что нужно изменить, чтобы Бог твою молитву услышал. Что-то не так, нужно что-то изменить. Пастор, что мне нужно изменить? Может, у меня там какой-то грех есть в жизни, мне нужно этот грех оставить, покаяться. И вот если я его оставлю и покаюсь, все будет нормально. Или может быть, я не делаю, что должен делать. Может быть, я должен что-то совершить. Если это совершу, тогда Бог будет доволен, и Он мне ответит на молитву. И мне надо узнать, что я должен совершить вот такое важное. В чем я должен покаяться? Что мне нужно не делать? Что мне нужно делать? Вы понимаете, мы так устроены, вот у нас все внутри построено на причинно-следственных связях. Мы должны вот полностью все выстроить. Вот нам нужно, чтобы все было объяснено. Потому что если наш ум чего-то не понимает, он начинает паниковать. Я не понимаю, я не понимаю. И он пытается это вот непонимание чем-то заполнить. Ты должен это понять. И в этом проблема всех наших конфликтов. Потому что вот Миша понимает так, Женя понимает так. Они встречаются и начинают друг с другом спорить. Нет, это так, нет, это не так. Да почему вот смотри, Миша приводит ему свои примеры, Женя приводит ему свои примеры. Мы пытаемся друг друга все время в чем-то убеждать. Нашими пониманиями какими-то. И это не только характерно для христиан, для всех. Для всех. Вот почему это произошло? Вот это же почему-то произошло. Вот это же что-то должно быть. Мы хотим логику найти. Я с одним своим школьным другом бывшим, с одноклассником как-то общался. Мы с ним разговариваем. Ну, я ему говорю про веру, про Бога. А у него свои там понимания какие-то. Он очень увлекается всякой астрологией всякой. И он мне говорит, Виктор, а вот как вот вы, христиане, думаете про проблему рака, ракового заболевания? Я говорю, в смысле как? Он говорит, ну в чем причина? Я говорю, в чем причина рака? Ты знаешь? Он говорит, конечно знаю. Я говорю, в чем? Он говорит, причина рака в том, что человек не принимает любовь. Если человек принимает любовь, он не болеет раком. Если человек не принимает любовь, он болеет раком. Я говорю, с чего так решил? Он говорит, ну как, вот это что понятно? Вот так вот стал все объяснять. Я вот сижу на него, смотрю и вот думаю, вот как человеку важно, вот потому что никто не знает, в чем причина рака. Люди живут вместе, в одних экологических условиях, кто-то заболевает, кто-то не заболевает. Пытаешься найти логику, этот не принимает любовь. Ну знаете, можно пытаться под свои понимания факты подстраивать, но если ты будешь честным, ты вдруг увидишь, есть люди, которые не принимают любовь и не болеют. А есть те, которые вроде принимают любовь, окружены любовью, сами любят, принимают любовь, но заболевают. Если ты начинаешь в этом разбираться, все твои построения рушатся. Вы знаете, мне очень нравятся слова, которые были написаны за 500 лет до рождения Христа. Одним мудрецом он такую вещь сказал. Слишком в своей голове цепляешься за то, чему научился. Слишком сложно накручено, хоть и звучит красиво. Жаль только, работать не будет. Пределом знания является знание о том, как остановиться там, где отсутствует знание. Я очень люблю эту фразу, часто ее перечитываю. Как мы цепляемся за то, чему научились. Мы тоже же пытаемся найти логику. Пытаемся найти логику. Мы даже часто Библию-то читаем, чтобы логику найти. Нам хочется понять логику. Ага, вот это он заболел, почему? Ага, там вот это родовое проклятие. Там, вот у него чем бабка занималась? Ну гадала, конечно же, понятно. А смотришь, а у этого бабка тоже гадала, у него ничего, таких проблем нет. Ну, как-то не сработало. Не сработало как-то. Ладно, это уберем. Вот мы возьмем вот. И люди оставляют только те примеры, которые соответствуют их пониманиям. Убирая все, что выходит за рамки их логических построений. Мир сужается. Потому что если мы начнем смотреть широко, мы вдруг увидим, что эту логику невозможно обнаружить. По всем причинам. Это вот и грешник, и бабка гадала, и все гадали. Он вообще должен быть весь в проклятии. А он нормально живет. Есть люди, которые... Как это объяснить? И всякие... Есть объяснения. Там у христиан свои, у астрологов там свои объяснения есть. Много всяких объяснений. Я сейчас ехал на машине. Я ехал на машине сейчас и подъехал к пешеходному переходу. Остановился. И вижу, идет женщина такая. Весь вид ее говорил о том, что она весело провела праздники. Она весело... Вот. Она так веселилась, что теперь она сейчас должна пару недель грустить. Точно. Ей просто очень плохо. И вот эта женщина идет, но страшно было другое. Она вот идет и тащит ребенка маленького. Маленький ребенок, вот она его идет так вот. Она его схватила, чтобы через дорогу перенести побыстрее. И вот его так идет, тащит. И вот этот... И знаете, я стою, смотрю. У меня прямо аж слезы на глазах. Я смотрю на этого ребенка. На эту маму, которую вот тащит. Уж точно у него были не веселые праздники. Она-то страдает за то, что повеселилась. Он-то за что? Я начинаю сразу думать про своего сына, которого, наверное, сегодня утром, несмотря на то, что я готовился к проповеди, читал Библию и молился, но я, наверное, поцеловал раз пятьдесят. Я вот начинаю думать, чем вот этот ребенок заслужил и чем вот этот ребенок провинился. Возникают же такие вопросы? Мы пытаемся найти логику. Восточные религии, они этот вопрос... Потому что все же хотят об этом знать. Восточные религии, они на этот вопрос придумали ответ. Какой? Реинкарнация. То есть этот ребенок у мамаши алкоголички потому, что в прошлой жизни набедокурил, сейчас страдает. А мой ребенок, наверное, в прошлой жизни столько всего великого сделал, и сейчас у него вот Бог его благословил хорошими родителями. Ну, логично, да? Ну, а как ты еще объяснишь, когда смотришь на маленьких детей в отделениях больницы, где они умирают? Как ты это можешь... Что они такого наделали? Нам же нужна логика. Нам же нужно объяснение какое-то. Бог, в чем оно объяснение? Я кричу к тебе... Ты не слышишь? И такие вопросы, они всегда возникают. Иисус, а что там болеет? Кто виноват? Это он согрешил? Или родители согрешили? То есть это наследственное проклятие пришло? Или он уже сам напроклил себя, успел? Иисус говорит, и не то, и не это. И не то, и не это. То есть нам нужно обязательно какую-то схему придумать в своей голове и объяснить. И если нам что-то непонятно, значит, мы это еще схему не нашли. И мы ее пытаемся усиленно искать. Вот окончил там библейскую школу, а не нашел. Наверное, как-то вот нам мне нужно как-то вот такую вообще... какую-то суперскую библейскую школу. Там где-нибудь... Там поехал куда-нибудь в другой город. Там, наверное. Там тебе объяснили. Через некоторое время ты понимаешь. И там как-то логика не прослеживается. Может мне куда-нибудь вообще за границу уехать? Какой-нибудь там библейский центр великий? Куда-нибудь там поехать? Там куда-нибудь вот... У нас же все время где-то очаги пробуждения. Там, правда, после этих очагов пепел только остается. Где это все весело горело? Но это уже другое дело. В то время, как там пепел, мы бежим к другому очагу пробуждения. И вот люди пытаются найти, пока ты однажды честно себе не скажешь «Я не знаю». И нет здесь этих связей. И Бог не умещается в цепочку логических связей, вот эта причина следственных в твоей голове. Когда люди приходят к этому, к этому пониманию, то есть здесь два выбора. Одни считают, ах, если так, если Бог не золотая рыбка, и Он не может по щучьему велению, моему хотенью, по моей молитве делать вот это, 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 то такой Бог мне не нужен. И церковь не нужна, и вера не нужна, и они уходят. А другие понимают, если все происходит именно так, если Бог, а я тебе хочу сразу сказать, чем больше ты знакомишься с Богом, тем больше ты понимаешь, Бог совсем не такой, как ты там себе понапридумывал в голове. Если Бог не такой, то я хочу познавать Его таким, какой Он есть. Таким, какой Он есть. И посмотрите, 138-й псалом, 138-й псалом. Вы читали 21-й псалом, сейчас 138-й псалом. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». в 21-м псалом мы читаем, что после всех этих размышлений, Давид говорил, «но ты, святой, живешь среди словословий Израиля». И здесь, смотрите, он его просто славит. «Славлю Тебя». Почему? «Я дивно устроен, дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Так возвышены для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их». Псалмопевец здесь говорит, я еще раз это подчеркну, 16 стих, «Обращаясь к Богу, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Ты можешь себе представить, когда ты еще был зародышем в утробе матери. Вот о чем пишет Псалмопевец? Зародышем в утробе матери. Бог смотрел на этот зародыш и планировал жизнь. Вот будет так-то, вот будет так-то, а потом так-то, а во столько-то он женится, а вот столько-то она замуж уйдет, а вот потом так-то, а вот туда пойдет учиться, а вот это-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то, ну вот, а тогда умрет, все. Ты еще зародыш в утробе, все уже сделано. Ни одного дня еще не было, ты еще не родился в утробе матери, а все дни расписаны. То есть нам-то кажется, что у нас в жизни все как-то вот просто происходит как-то все странно. Бог отвернулся, дьявол надел делов, вот у нас все получилось. А оказывается, вообще тут ничего нет такого, никаких неожиданностей, все запланировано у тебя в жизни. А? Когда ты думаешь, что у тебя в жизни все запланировано, тебе вообще не весело. В смысле? Как? Вот это Бог, вот это Он и запланировал? Мог бы поинтереснее придумать, повеселее как-то. Как-то не весело у меня все запланировано. И знаете, и тут же возникают другие вопросы. Подожди, подожди, подожди. Если все мои дни уже там расписаны, когда еще ни одного из них не было, а зачем мы молимся-то? Смысл-то какой? За 2017 год молимся за мечты. Да это же какая-то получается профанация. Уже каждый день этого года известен и расписан, о чем молиться-то тут. Кто умрет, умрет, молись, не молись. Мечта 2017 исполнится, ты увидишь Господа. Я мечтаю встретиться с Господом, как еще никогда не встречался. Умрешь? Никогда еще так не встречался с Господом. И в то же самое время в этой книге написано «Желаете и не имеете, потому что не просите». То есть все дни уже 2017 расписаны, молиться не надо, но если я желаю и не молюсь, ничего не получаю. Желаете, но не имеете. Почему? Не просите. И возникает вопрос, как нам 138-й Псалом соотнести с тем, что учит апостол Иаков про молитву, а? Потому что либо у нас религия должна построиться на Псалмах, либо на Иакове. Тут по сути две церкви нужно организовать. церковь молитвников, церковь без молитвников. Ну как это надо? Потому что это же, ну как ты это совместишь? И драгоценное не случайно, посмотрите, в 17-м стихе апостол говорит, как возвышены для меня помышления твои, Божие, и как велико число их. чем больше ты познаешь Бога, тем больше ты понимаешь, что попытаться Его вовлечь в свою логику причинно-следственных связей это безумие, потому что помышления Бога не сравним, они выше, чем все, что есть в твоей голове, и все, что будет в твоей голове. И это не только мысль псалмопевца, пророк Исаия точно так же переживал подобные вещи, и он говорил, как небо выше земли, так мысли Бога выше мысли наших, и пути Бога выше путей наших. И возникает вопрос, слушай, а в чем тогда суть духовной жизни, если все запланировано, если там Бог там все сделал, а какой смысл тогда вообще во всем-то, то, что у нас здесь происходит. И тут важный момент, когда ты всегда пытался Бога вовлечь в свою жизнь, Бога вовлечь там в свои мечты, в свои планы или в свои цели. И когда ты понимаешь, что Он вовлекаться в это так особо не старается, когда ты переживаешь ни в первый, ни во второй, ни в третий раз то, о чем Давид пишет, почему ты далек, Боже, от моего вопля, я молюсь, ты не слышишь? Ну где ж ты? Когда возникает вот такая драма, ты вдруг понимаешь, да сколько бесполезно пытаться его вовлечь в свою жизнь, а что же делать? А войти в его жизнь. Не пытаться его засунуть в твою черепную коробку, как ты там все придумал у себя здорово. Как этот мудрец написал, так все понапридумывал, так научился, прям так излагаешь. Слушаешь иногда проповедников излагают, так красиво, жаль, работать не будет. Не работает. Но какое-то время попытаешься, а потом смотришь, не работает. Слушаешь учение о проклятиях, думаешь, как красиво придумано, прям так, 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 жаль, работать не будет. Потому что эти люди, они уже одержимы освобождением от проклятий. Они ходят годами, 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 ничего не меняется в их жизни. Ну, какое-то время пускай поиграются, но им это интересно. Но когда ты все эти вещи прошел и просмотрел, жаль, работать не будет. Жаль, работать не будет. А что же будет работать? А что же будет? И ты вдруг начинаешь осознавать, что Бог, Он не просто такой, как ты, просто лучше и круче, умнее, добрее и прочее. Бог, Он не соизмерим с тобой вообще. Он все во всем. Его разум, говорит апостол Павел, неисследим. Попытаться понять его логику вот своей головой, какие-то вот там схемы, попытаться понять своей головой. Да это невозможно. Это невозможно. Я помню в свое время, когда читал целую книгу о Григории Перельмане. Знаете, да, такой? Который доказал теорему. Он, Кара, по-моему, доказал теорему. Вы знаете, вот живет человек, который доказал, теорему, за доказательство теоремы миллион долларов. Но он эти деньги не взял. Живет в маленькой квартире с мамой где-то в Санкт-Петербурге. С точки зрения всех нормальных он идиот. Ему даже там какие-то рэперы писали, Гриша, забирай миллион. Ну, они бы, конечно, забрали. Но он гений. Реально живет гений. Который смог доказать такую теорему. Послушайте. Понять доказательства Перельмана могут несколько людей на земле. Человек доказал такую вещь. Понять его доказательства могут несколько людей на земле. То есть, если даже нам Перельман приедет и объяснит, мы ничего не поймем. Когда ну, смотришь, человек не от мира сего. Когда начинаешь... Понимаешь, у него другая логика. По его логике миллион брать нельзя. По твоей надо два. Ну, другой. Ты смотришь, это как инопланетянин. Он из другого мира. Понимаете? Он не хочет давать интервью. Ты хочешь, никто не берет. А он прячется от журналистов. Он не выходит на связь. Ты смотришь на него и думаешь, это что за человек такой? Потому что как-то тот, кто смог доказать такую теорему, ну, как-то его не назовешь дураком. Но похож. С твоей точки зрения. Просто пойми, человек живет в другом. Просто и нам уже он непонятен. У вас было такое, вы встречаетесь с людьми. Вот вроде говоришь и ты, и он на русском языке. А понять невозможно. А? Вот вы с ним говорите об одном и том же. А понять друг друга не можете. Тебе кажется, ну как он не понимает, я же все ему ясное объяснял. Он тоже самое думает про тебя. Мы не можем друг друга часто понять. А что там говорит, там, друг друга? Бывает в семье, вот муж с женой. Вы знаете, сколько моя жена всего не понимает? я не могу понять, как она это не понимает, потому что, ну, то, что говорю я, оно ясно, логично, здраво, мудро. Так должно быть. Она не понимает. Она не понимает. Она 25 лет со мной живет, она не понимает. Я ее и 25 лет, чем она ученая, она не понимает. То есть поймите, мы друг друга понять не можем. Мы похожие не можем друг друга понять. А сейчас давай Бога поймем, а? Перельманом понять не можем, но Бога можем. Бога давайте поймем. И начинаем понимать. Вы знаете, и когда ты только-только понял, и у тебя все так выстроилось в такую красивую логическую цепочку причинно-следственных связей, ты думаешь, ну, все точно, сейчас вот такую проповедь сделаю, ну, все понятно, наконец-то мне стало, да? Там библейскую школу, целую тему можно сделать, да? И потом через некоторое время смотришь, что твое понимание и разваливается. И некоторые говорят, послушайте, а как же нам в Бога-то верить, если мы его понять-то не можем? Если его разум-то не исследим, как сказано здесь, возвышены помышления твои. А тогда давайте сейчас и подумаем, а что ж такое есть вера? Доверие. Это полное доверие. Когда ты идешь с кем-то, идешь с кем-то, вот идешь с женой, там, мы помним, когда один раз заблудились с ней в Нью-Йорке, и идем, а нам нужно было торопиться уже в аэропорт, мы с ней там так отдохнули, что уже чуть на самолет не опоздали, вот, и идем, и все, и уже не знаешь, как, я говорю, все, пойдем туда, она говорит, мне жена говорит, а почему ты думаешь, что нужно повернуть туда, мне кажется, туда, и я ей сказал одну фразу, верь мне. А как ты еще думаешь, ну почему туда, да я сам не знаю, почему туда, мне так кажется, что туда, вот, но если я пойду туда, она туда, это еще хуже будет, вот, поэтому, если, если даже не полетим, то оба сразу, понимаете, вот, верь мне, и она сказала, хорошо, вот это, в принципе, мудрость жены, когда ты доверяешь, в чем принцип семьи, почему муж голова, что мужчина лучше, да не лучше, мужчина там умнее, да, к сожалению, не всегда, а в чем принцип-то, нет, жена она не хуже, не глупее, просто, есть разные роли, потому что всегда возникают, какие-то, ну, не всегда, но периодически возникают, какие-то противоречия, и должен кто-то в семье ставить точки над их, ну, принять окончательное решение, и понести за него ответственность, и Бог дал эту роль мужу, правда же, Бог дал эту роль мужу, не потому, что он лучше, вот Бог дал такую роль, и жена должна доверять, просто доверять, даже когда, ну, непонятно, должна доверять, и точно так же наша роль, что такое доверие, а мы не понимаем, когда за кого-то молишься, ты думаешь, этот человек должен жить, и жить, и жить, светлый человек, этот человек уходит в вечность, а кто-то, ты думаешь, уж когда он в вечность-то уйдет, а он живет и живет, и тебе опять-таки непонятно происходят эти вещи, ни по логике, ни по пониманию, потому что у меня, помню в свое время, сколько было мыслей, думаю, Господь, если бы я здесь все организовывал, я бы это сделал намного лучше, чем ты, я вообще не могу понять, что ты тут делаешь, я бы сделал все четко, все бы понятно было, и по моему, и как бы я тут делал, бы все быстро спаслись, очень быстро, вот, но, чем больше ты живешь, ты понимаешь, что глупо пытаться меньшим оценивать больше, глупо пытаться ограниченным разумом осознать безграничный ум Христов, все, что ты можешь в этом плане делать, просто доверять ему, да, мы молимся за планы и мечтания и цели 2017 года, скажешь, все, Бог же там в своей книге уже определил, ну, так он и определил, чтобы мы молились, тоже определил, мы молимся, он определил, мы молимся, и Бог отвечает, потому что он определил, что мы молимся, он определил, это все у него было запланировано, он уже такой дизайн придумал, когда ты еще в очереди, такая коробка мечты, вот, что она должна стоять рядом, прямо с вертепом, все уже у него запланировано, мы тут уже пришли, только все делаем, вот, и по этим молитвам, Бог что-то должен делать в нашей жизни, что-то отвечать в нашей жизни, тоже запланировано его давным-давно, но в действительности, когда мы начнем в это все внимать, мы вдруг понимаем, огромная сфера, где мы ничего не понять, не осознать не можем, что мы можем верить, что мы можем уповать на него, об этом и есть принцип веры, и разум говорит, я ничего не понимаю, мне нужна логика, мне нужны какие-то учения, наследственное проклятие, родовое проклятие, потом вот это, я хочу как-то понимать, мне нужны схемы, принципы, ну, те же свой разум до определенного момента, пускай он играет, что он понял Бога, пока тебе не надоест, хочешь играть, играй, что ты понял Бога, ухватил его за бороду, все понял, принципы тебе открыты, все знаешь, играй, пока интересно, играй, неплохо, хочется, играй, как тогда к нам пришли, там некоторые там, я говорю, ну, хотите, играйте, это ваше дело, ваша жизнь, вам это нравится, играйте, но когда ты устанешь от этих игр, ты встанешь перед Богом, и ты поймешь, что, знаете, молитва, молитва, это просто-напросто территория предельной честности, когда ты просто встаешь перед Богом и говоришь, Господь, чем больше живу, тем меньше понимаю, чем больше служу тебе, тем меньше вижу логику и связи, но я все равно доверяю тебе полностью и безгранично, я знаю, что мои мысли и твои мысли, это как небо и земля, мои пути и твои пути, как небо и земля, но я здесь, на земле, со своими мыслями, принимаю просто решение, я доверяю тебе, и я абсолютно убежден, что все в твоих руках, я буду делать лучшее, что могу, и когда, может быть, не всегда будет получаться то, на что я рассчитывал, то, что я думал, логически должно следовать, я буду просто доверять тебе и славить тебя, потому что ты живешь среди словословия Израиля, Бог живет среди словословия Его народа, почему я абсолютно убежден, что, наверное, одно из главных, что мы здесь совершаем, мы просто поклоняемся и славим Его, поэтому открытое, как написано, принадлежит нам, а сокрытое Господу есть очень много сокрытых вещей, в которых нам остается только уповать и доверять, ибо мы знаем, Бог всегда делает самое лучшее, даже когда нам это и не кажется, даже когда это не укладывается в нашу логику, Он благой, Он есть любовь, а я, а я просто уповаю на Него, я просто доверяю Ему, я просто люблю Его, я не хочу жить в религиозных сказках и мифах, я не хочу жить в придуманном духовном мире, где все соответствует моим пониманиям, моей логике, где мой разум, который все привык контролировать для своего спокойствия, все контролирует, нет, я выхожу из этой сферы, я здесь ничего не контролирую, Он все контролирует, а я, я доверяю Ему, я делаю лучше, что могу, я проповедую, я молюсь, я делаю лучше, я люблю, а во всем остальном я просто уповаю и доверяю Ему, я знаю, что все намного интереснее, чем мне может показаться, до чего я могу додуматься, потому что Он все держит в своей руке, и вот это осознание величия и всемогущество Бога приводит нас к настоящему смирению и доверию, доверию Ему, Он Бог, Он Бог, Он Бог, и вы знаете, что интересно, когда ты это понимаешь, то мир Божий, который превыше ума, наполняет твое сердце и хранит твое сердце во Христе Иисусе, такой покой приходит, и вдруг понимаешь, что ты не отвечаешь за вселенную вообще, Он отвечает, все в Его руках, все нормально, Он Бог, Он великий, так что ты можешь выдохнуть, расслабиться, сказать, Господь, слава Богу, и приходит этот мир, и приходит радость во Христе Иисусе, все в Его руках, да, я делаю лучшее, что могу, но далеко не все могу, далеко не все получается, и самое главное, не все понимаю, но я доверяю и уповаю на того, в кого я уверовал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok